Международная экспедиция «Ржев-Калининский фронт» стартовала в городе Ржеве Тверской области. Торжественная церемония второй год подряд проходит у нового мемориала советскому солдату. Ежегодно сюда съезжаются поисковики не только со всех уголков России, но и из зарубежных стран. Их цель – поиск, перезахоронение солдат Красной армии, погибших в кровопролитных боях под Ржевом. На этот раз в экспедиции примут участие более 700 человек из 53 регионов России, а также стран СНГ и ближнего зарубежья. Экспедиция оборудована по аналогии с военно-полевым лагерем, где предусмотрены комфортные условия для проживания. В регионе также создано специальное хранилище, куда передаются останки поднятых бойцов. Одним из почетных гостей торжественного открытия экспедиции в этом году стала Наталья Ивановна Конева, дочь маршала Советского Союза, прославленного полководца Ивана Степановича Конева. Он шел к этому рубежу через очень тяжелые испытания. Сначала под Смоленском, потом на Западном фронте под Москвой, когда еще не было таких грандиозных сил, чтобы дать отпор врагу. И вот снова опять тяжелый рубеж Калинин, а потом и Ржевский рубеж. За пять лет на месте Ржевской битвы были найдены и с почестями захоронены на мемориальном кладбище Ржева более двух тысяч бойцов и командиров. Установлены имена 107 защитников Отечества. Удалось найти родственников 25 красноармейцев. Также были подняты фрагменты двух самолетов времен Великой Отечественной войны Як-1 и МиГ-3. А по номерным деталям самолетов установлены имена погибших летчиков.